Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Экологический сбор, в отличие от транспортного налога, не предусматривает дифференциации по регионам. Для его расчета достаточно будет ввести параметры машины по выбросам углекислого газа. В Кировской области ежегодно начисляют водителям около миллиарда рублей транспортного налога. Среди имущественных налогов физлиц на его долю приходится самая значительная сумма. Программа Экономика. В Кирове вынесли приговор экс-владельцу империи сумма. Кленинский суд признал Дениса Кобелева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным портала БН Киров, он получил 7 лет колонии за хищение почти 100 миллионов рублей. 33 он не вернул своим знакомым, взяв долг. Еще 67 банком. Сам подсудимый в ходе процесса утверждал, что это была обычная предпринимательская деятельность. К тому же с физическими лицами он якобы рассчитался. Правоохранители же отметили, что перед оформлением кредитов предприниматель искусственно раздувал свои активы, создавая иллюзию своей платежеспособности и перевел почти все имущество на родственников. Взыскать долги в результате стало невозможно. Приговор пока не вступил в силу. Экономика. На 101 ФМ. Кировские предприятия смогут сэкономить на программном обеспечении. Власти выделяют субсидии на автоматизацию работы. Можно получить скидку до 10 миллионов, сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Кировской области. Для этого необходимо подать заявку в инжиниринговую компанию, прошедшую отбор Минпромторга России на право получения субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат, связанных с предоставлением скидки промпредприятий. Отбор прошли 10 компаний. Список можно найти на сайте областного правительства. Для получения льготы предприятие должно иметь не менее 250 работников, заниматься проектировочной деятельностью и иметь выручку по итогам прошлого года не более 2 миллиардов рублей. Экономика. Завершение валютах. Доллар сегодня 57,17. Курс евро 68,65. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101ФМ.